На остановке жил городской рынок сегодня жарко и пыльно. Остановочного павильона здесь нет, но 38 маршрут забирает пассажиров из города в Курайли именно здесь. Самое худшее, по словам пассажиров, начинается в дороге. На выезде из города сельчан встречает аммиачный душок городской свалки, а дальше асфальт заканчивается, начинается избитая большегрузами, грунтовка и пыль столбом. Где вот сзади получается по объездной, где АЗФ завод, там по объездной получается, да, фекалка. И вот эти неудобства в том, что дорога очень, как говорится, и кочек много, и пыль вот эта подымается, особенно когда едут навстречу большие машины, там же ездят большие машины, вообще ничего не видно. Неудобства, очень неудобства в том плане, что вот насчет этой дороги. На автобусе, конечно, хуже из-за пыли и постоянной тряски, но таксисты ломят такие цены, что это уже не вариант, но за прежние расценки ехать отказываются. Строительство развязки в районе АЗФ обойдется бюджету в 2 миллиарда 250 миллионов тенге. Вы знаете, подъездной путь из АЗФ, он все время закрывает заезд с большой дорогой, и каждый раз машины туда полтора-два часа машины стоят на этот тупик. Они маневры делают, постоянно задерживают. Вот с Мартука, если за 50 минут приедет, а там полтора часа стоит, другого выхода нет, все машины тупо упираются. Поэтому это правильная задача, решается это. Вопрос разгружает город. 19 июня движение машин по путепроводу по Мартугской трассе было перекрыто. Напомним, проехать на трассу можно по проспекту 312-й стрелковой дивизии по временно построенной дороге в районе промзоны, которая далее вновь выходит на Мартугскую трассу. Дорожники принесли извинения за причиненные неудобства. Ожидается, что оба объекта будут сданы в сентябре текущего года. Будет ли временная трасса как-то приводиться в порядок, коммунальщики не обозначили. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».